Сегодня телеканал Здоровая Украина вместе с молодыми регионами пришел проиграть последние 100 гривен в этом прекрасном казино, которое называется Государственной Лотереей, где можно совершенно безболезненно проиграть свои последние деньги и благодарить за это государство. Итак, let's go в казино! Итак, let's go в казино. Теперь игровые автоматы трансформировались в виртуальные. Заведения даже не поменяли свой внешний вид, они все так же сверкают огоньками. Мы те вид державной лотереи. И что самое обидное, милиция не может предъявить обвинение о нарушении закона, ведь юрист показал нам какую-то лицензию на выпуск и проведение этой лотереи. Мы можем пройти, я вам покажу все документы, что вы у вас. Умови проведения этой лотереи, которые опубликованы, мы можем дать вам копию этих умов. Это государственная лотерея. Зареястрована в Министерство финансов Украины, от которой 21% от дохода, который идет в бюджет государства. Все операции, которые проводятся в закладе, они проводятся с помощью лотерейных бюлетов. Кожна операция фиксуется. Все лотерейные бюлеты зареєстрованы в Державной податковой инспекции и подается соответствующая звездность в месяц. Умови проведения этих лотерей, они зареєстрованы Министерством финансов. А как ваша фирма называется? Мы расповсюдживаемся из этой лотереи. Наша фирма называется Толота Стар. А организатор лотереи – это ЗАД Патриот, это когда-то был ДОСАВ. К примеру, возьмем станцию метро Харьковская города Киева. Не прошли мы 10 метров, как вуаля, стоит себе здание, по большой части похоже на ангар, разрисованы карточными символами. Читаем название «Некий ТУЗ». Спокойно проходим охрану, играем, автомат кушает наши 50 гривен. Как ни странно, через некоторое время суперприз – выигрываем 100. Решили обналичить, но ни кассы, ни владельца нет. Девочка-бармен отдает нам свои кровные деньги и говорит, что владельца не знает. Директор так и не явился. Вызываем доблестный отряд милиции, который тихо и мирно описывает и опечатывает заведение ТУЗ. Там директора здесь нет, просто ТУЗ приезжает и хватит. Да, я сейчас зашел на Mail.ru, я вот сейчас выбираю, что дальше делаю. Вот старт нажимаем. Можешь линию победить, поставить 9 линий. Ну, то есть, если… я бы хотел бы сейчас. Ну, вот беда. На следующий день наблюдаем картину Репина при Пуле. Наше заведение работает, как и раньше, и потому мы решили выяснить у органов власти, почему так обстоят дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА